В Екатеринбурге сотрудники ГУ МВД проанализировали личности участников незаконных митингов за освобождение Лехи Провального 23 и 31 января и выяснилось, что побунтовать и раскачать страну выходили не только светлоликая либеросня и яганутая шкалота, но и настоящие уголовники. Так пресс-служба ГУМВД опубликовала фотографии трех протестунов, ранее судимых за уголовные преступления. Например, 31-летний безработный екатеринбуржец Щетников в 2014 году в Москве был приговорен Пресненским судом к 6 годам зоны за разбой и ДТП с гибелью человека. Откинулся он по УДО в 2019 году из Екатеринбуржской ИК-2. Но в отличие от Джерарда Батлера, законопослушным гражданином так и не стал. И в 2020-м коронакрасином году трижды привлекался по административке за наркоту и хулиганство. Ну а за участие в незаконном митинге он получил штраф в 10 тысяч рублей. Или вот еще протестун-уголовник, 23-летний екатеринбуржец Худрин. В 2016 году был судим за грабеж Чкаловским судом. В 2017-м тот же суд его признал виновным в тяжких телесных. Ну а за участие в незаконном митинге в январе он отхватил штраф в 10 тысяч 500 рублей. И уголовное дело по 213-й части 2-й УК. Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти. А это до 7 лет зоны. Ну и еще одного уголовника-манифестанта сотрудники ГУМВД откопали в нижнем городе трудовой доблести Тагиле. Это 21-летний тагильчанин Придорогин. Судимый за воровство. Но еще по административке с 2018 по 2020 годы он привлекался 9 раз за наркотики и бухание в общественных местах. За беззаконие 31 января его оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, пресс-служба ГУМВД рассказывает уже без фотографий о двух типа крутых протестунах, 23-летнем Мирошниченко и 24-летнем Гулиеве, которые на незаконных митингах применяли насилие в отношении полицейских и попали под соответствующую 318-ю статью УК, а это до 5 лет зоны. Особую тревогу в ГУМВД вызывает тот факт, что с незаконных митингов в полицию доставлялись 11 малолетних подростков, 8 в Екатеринбурге и 3 в Тагиле. 9 из них попали под административку за участие в несанкционированных публичных мероприятиях. В этой связи руководство ГУМВД направило свои рекомендации и председателю областной комиссии по делам несовершеннолетних Павлу Крекову, и областному министру образования Юрию Бектуганову, и директорам соответствующих гимназий и школ. Ну и на посошок процитирую официальный пресс-релиз ГУМВД, подписанный ее начальником, настоящим полковником Валерием Горелых. Конец цитаты.